итак друзья я не ожидал но вас много вы задаете мне вопросы находите мой номер телефона звоните спрашиваете не всегда мне удобно отвечать не всегда у меня есть время учитывая бешеный ритм рабочий но как то так повелось что вы мне задаете все время вопросы как поймать на что поймать какой сделать монтаж в основном про сазана но у меня смотрят не так много людей но в основном они живут вдоль нашей реки обь и увидят мои рыбалки на обе есть прям неплохие результаты поэтому люди задают и так коротко ответы на вопросы принципы что важно знать и как поймать сазана на обе первое это выбор места ловли это действительно важно у нас на обе бывает ну три варианта это ходовая прям течка основное течение какой груз бы вы там не использовали 200 300 грамм его все равно снесет под бровку сазан ходит под бровкой для нас это хорошо почему люди ловят почему ловят все подряд независимо от каких-то там умений прикорма и всего остального прикормки ловят все подряд просто может дедушка встать и попасть ходовая ямы ну и какие-то там пески повороты аномальные коряги или там где он живет вам нужно от маркериться с эхолотом вам нужно определить место в определенное время где он может находиться если это жара значит ищем ямы если это осень значит встаем на ходовой отсюда вытекает второй принцип это время у кого есть время тот дождется сазана очень важный момент один из самых важных вы располагаете временем значит вы ловите сазана его нужно дождаться он может не ловиться по миллионам причин почему не ловится погода давление дождь не дождь крутит не крутит ветер не ветер питается там не питается время года время суток и тому подобное но если ты не грубо говоря можете позволить 35 дней находиться на водоеме трое 35 суток значит и есть большая вероятность и есть ты стоишь в нужном месте есть вероятность что ты его дождешься прикормка все в отчетах пишут там дунаев фадеев там и все остальное и там ловил кукуруза там пьяная и тому подобное все эта фигня на течение прикормку используем максимально дешевую я варю перловку засыпаю геркулесом горох варю пшено добавляю и немножко купленной прикормки чисто ради там запаха каких-нибудь миласа хотя есть и пелец есть и бойлы но я не вижу смысла тратить на течение когда все время в любом случае сдует эту прикормку вниз по течению и вы перезабрасываетесь там обновляя насадку обновляя свою вот кормушку раз в полтора часа ну или чаще не не реже вот вот это тоже важный принцип перезабросы раз в час полтора либо поставить нужно макуху которая растворяется очень долго либо пластилину то у нас продается такой пластилин как бы он липкий на ночь рекомендую его ставить итак пробежимся по тезисам место располагать времени дешевая прикормка монтаж следующий определяем монтаж монтаж я использую скользящие это кормушка а там на ней это кормушка скользящая потом вертлюк с буферной резиной и поводок короткий поводок либо волос с бойлом или с кукурузой либо прям на хороший качественный поводковый материал привязываем хороший крючок с толстой проволоки кто-то говорит там проволока должна быть не толще миллиметра иначе он ее заметит и будет пугаться и так далее леску желательно не яркую а он сам выбирает он сам когда захочет вы он сядет на крючок это не озеро здесь нельзя остановить рыбу здесь нельзя выкормить если он пошел по часам если он пошел кормиться будет у вас рыба если нет то хоть сколько ты сиди и общаясь с рыболовами в старшего возраста и 5 дней мужики сидят 10 дней сидят и не ловят рыбу вообще значит выбрана неверно место плетенка и лимонка постоянно это спрашивают я оставлю всегда монолеску на течение всегда диаметр от 0 5 до 0 7 почему ее не так забивает мусором и не так забивает грязью можно крепкая 0507 можно продрать сквозь коряги сквозь сквозь бровку и не потерять снасть важный момент на течение у нас особенно очень важный это уровень воды нужно следить за уровнем воды всегда мониторить в верховьях это катунь это бия смотреть поднимается ли там вода когда она придет к нам примерно это все рассчитывать и если вы поехали на какое-то место рыбалки то за уровнем воды обязательно смотреть запомнили записали крючок постоянно спрашивают крючок какой дорогой дешевый там кобра хаябуса там овнер или еще что то конечно крючок это непосредственно то что контактирует с рыбой лучше использовать хороший дорогой крючок я последнее время наш покупаю очень нравятся крючки особенно для волосяной оснастки у них такая форма интересная агрессивная засечка попробую вставить фотографию вот посмотрите на стойках можно сэкономить на каких-то там и не знаю там катушках это рабочий инструмент смотрите сами но то что контактирует с рыбой оно должно быть максимально качественно это поводковый материал это крючок леску желательно да то есть смотрите по жесткости я всегда беру жесткую леску чтобы она была менее растяжима и очень крепкая вы задаете по поводу там макуха жмых там несколько крючков стоит я всегда ставлю один крючок рекомендую ставить один крючок особенно в местах где вы ловите там недалеко коряги или бровки это будут зацепы это не тот случай где вы ловите карася на поплавочку не надо здесь два-три крючка делать это не нужно как и ловят там в астрахани завязывают макуху и или жмых и потом забрасывать я так тоже не ловлю мне кажется здесь этот принцип не очень рабочий когда втыкают крючки прям непосредственно в жмых и потом он там высасывает его в астрахани можно так ловить у нас я думаю нет у нас нужно кормить у нас нужно рыбу дождаться почему место ловли является определяющим у нас черте города где постоянно рыболовы в легкой доступности приезжают на рыбалку они кормят одни и те же места и рыбу там ловят она там крутится всегда а если ты приезжаешь на новое место на разведку и пытаешься сразу поймать в первые сутки двое-трое поймать сазана это может не произойти если это произойдет то тебе поскорее всего повезло это тоже нужно понимать количество снастей это тоже очень важный фактор одну две три даже четыре палки которые мы используем классической рыбалки на озере на фидер мы ловим на одну удочку на карповые снасти народ подстает 4 как правило здесь лучше ставить штук пять-шесть ну до восьми сколько вам удобно обслуживать потому как чем больше палок у них разнесенка еще между ними как минимум три метра на течение чем больше палок тем больше шансов что вы поймаете свою рыбу ну а вообще ловите рыбу отпускайте рыбу отдыхайте я надеюсь ответил на все ваши вопросы так что если кому-то было полезно палец вверх всем пока